Денис Кривцов Мы очень сильно увеличили выпуск. Причины было основных две. Мы закончили основную часть инвец-проекта, который мы начали несколько лет назад. Это позволило нам хорошо увеличить выпуск. В основном это роботизированные комплексы. Мы закончили основную часть новой покраски. Конечно, инвестиции продолжаются и они будут продолжаться каждый год. Но основную часть мы завершили в прошлом году. И поэтому это позволило нам достаточно серьезно увеличить выпуск. И второй момент. Нам в прошлом году активно помогало государство. Было очень много различных субсидий, мер поддержки для наших потребителей. И вот все вместе, обе эти меры позволили нам достаточно неплохо закончить этот год. Надеемся на продолжение этого успеха в этом году. Инвест-проект, что он именно подразумевал под собой? Как будет развиваться дальше? То есть это расширение площадей, территорий? Это было такое комплексное мероприятие. Это и строительство нового цеха, и строительство нового инженерного корпуса, где на трех этажах у нас разместились конструктора, технологи, управление производством. Это достаточно комфортное помещение, где можно уютно разместить всех, как имеющихся персонал, так и новых потенциальных сотрудников, которых мы будем ждать. В таких условиях приятно творить и созидать новые прицепы, автомобили, воплощать в жизнь все то, что мы задумали. Плюс к новым зданиям самое главное – это их оснащение. Нам нужно было повысить как качество, так и стабильность качества и скорость производства техники. Поэтому мы взяли курс на роботизацию. Сегодня у нас порядка 20 сварочных роботов. В эти дни монтируем еще 4 покрасочных. Это продолжение, модернизация линии. Это все нам позволяет быть на уровне, где-то превосходить наших конкурентов, в основном из Западной Европы. Производя очень конкурентную технику, ее нужно производить быстро, дешево, для того, чтобы успешно конкурировать с ними. Вот эта сложившаяся ситуация с успехом компании, когда объемы растут, прибыль растет, она как отразится на рабочих местах? Будете ли вы сокращать людей в пользу роботов или же наоборот новые рабочие места? Вот ваш вариант. У нас был достаточно такой комфортный, позитивный опыт роботизации, который привел не к сокращению персонала, а наоборот к его росту. Когда мы это только начинали, мы всем сотрудникам заявили, что мы будем людей оставлять, и эта роботизация приведет к увеличению выпуска, поэтому всем найдем место. Так оно и получилось. За прошлый год мы увеличили штат, взяли на работу порядка 140 человек дополнительно. Если бы не было роботов на такой выпуск, нам понадобилось гораздо больше бы людей, но, с другой стороны, этого бы роста, может быть, и не произошло, потому что у нас было бы другого уровня качества, и, возможно, нам бы не удалось так сильно нарастить выпуск. Поэтому это такой пример удачной роботизации, удачной реализации автоматизации на производстве, когда мы и наращиваем выпуск, и сохраняем сотрудников. Но роботы требуют специалистов далеко не с улицы и не с каким-то узким образованием. Откуда берете? Нам тоже так казалось, потом выяснили, что можно воспитать в своем коллективе. Мы предлагали исключительно своим сотрудникам стать операторами. То есть понятно, что робот сам по себе не может работать, нужны технологи, которые пишут программы для него, и нужны операторы, которые на месте работают. Мы стараемся, в первую очередь, обучить операторов из своих сотрудников, предоставив им. Ну и берем молодежь. Сейчас, понимаете, нет такой боязни компьютеров. Молодежь вся выросла на смартфонах и соцсетях, все прекрасно понимают, как с этим работать. Поэтому особых проблем с этим нет. Было бы желание. Денис Юрьевич, насколько я знаю, компания «Тонар» подписала соглашение с арехозуевским техникумом в образовании практикантов, студентов. Они приходят к вам, получают опыт и потом становятся сотрудниками. Так ли это? Мы всегда придерживаемся практики, что лучше взять на работу молодежь и у себя ее обучить, чем переучивать уже состоявшихся сотрудников, которые бегают с предприятия на предприятие. Поэтому у нас достаточно молодой коллектив, много молодежи приходит. Мы, конечно, рады, если при принятии решения студенты, которые учатся, проходят практику, смотрят, как на деле будет выглядеть его работа и может заранее принять решение, это его или это не его. Поэтому такую деятельность мы будем поддерживать. Средняя заработная плата, если не секрет, на заводе какая сейчас? В прошлом году она достаточно серьезно выросла, и мы будем продолжать ее увеличивать. В среднем по заводу это было около 50 тысяч, но надо понимать, что в основном производство гораздо выше, это где-то 60 или даже 70, в зависимости от того, как люди работают. Воспомогательных немножко поменьше, поэтому в среднем получается около 50. Это та зарплата, на которую уже приходят работать те же студенты вчерашние? Ну, когда студент приходит, он должен понимать, что знаний у него после вуза или после техникума, к сожалению, недостаточно. А деньги мы платим за работу, которую он выполнил. Поэтому мы стараемся их обучить, поднатаскать, даем куратора, который может подтянуть. То есть, если это молодой специалист, инженер, конечно, зарплата вначале гораздо ниже, но если в течение года-два он что-то из себя показывает, у него есть куда расти, он должен пройти через ряд аттестаций, повысить свой уровень и в соответствии с его, сдавая экзамен, повышая класс, соответственно, он получает большую зарплату. Этот скачок производства, развития компании, чем связан с конкретным ли человеком, который встал в отделе маркетинга, развития, либо с каким-то подъемом всего коллектива, вот с чем вы связываете? Я не хотел бы сказать, что это какое-то случайное решение одного человека. Я думаю, что это довольно-таки длинный путь, который проделал весь наш коллектив на протяжении последних лет. Это и проектирование новых моделей, и постоянная работа над улучшением качества, технологий в первую очередь. Работа с поставщиками, работа с клиентами – это достаточно длительный и упорный труд всего коллектива. Наверное, вряд ли мы здесь можем выделить кого-то одного или какое-то одно удачное решение. Потому что рост в прошлом году был по всем направлениям нашего производства – и самосвалы, и шторны, и прицепы, и так далее. Поэтому, наверное, это такой достаточно закономерный итог той деятельности, которую мы выполняли в прошлом. Количество позиций, которые сейчас выпускает завод «Тонар», это примерно сколько? Вряд ли кто-то это считает достаточно сложным. Я думаю, что несколько сотен позиций. Это можно пересчитать направление, которым мы занимаемся. А у каждой модели, прицепа или карьерного автомобиля есть масса модификаций. Поэтому все вместе это дает, наверное, тысячи различных вариантов готовой продукции. Основные можно выделить по количеству – это самосвальные направления, самосвалы, полуприцепы, шторны, промтоварные, так называемые, рефрижераторные, изотермические, контейнеровозы. Отдельные направления по сельхозтехнике – это все то, что нужно для перевозки сельхозпродукции. Начиная от растения водства, зерно, животноводства, знаете, у нас, наверное, вся птица, которая у нас сейчас выращивается, новые хозяйства, они уже используют новые виды техники для перевозки. И они все оснащаются современным выдвижным составом. И, наверное, 9 из 10 прицепов для перевозки птиц – это наш прицеп. Поэтому все, что вы видите сейчас на полках магазина, наверное, было перевезено, скорее всего, нашей техникой. Это авторская разработка Тонера? У нас все авторское. Мы все проектируем с нуля и внедряем на рынок под чутким контролем наших специалистов, которые выезжают к клиенту, смотрят, как техника эксплуатируется, доводят. Вот, например, я уже упомянул технику для перевозки птицы, птицевоз так называемый. Мы начали его производство где-то 10 лет назад и много лет носили изменения, прислушивались к тому, что потребитель нам говорит, делали очень много модификаций. Вы знаете, как устроена перевозка птицы? На птицефабрике она рождается в клетке, и вот в этой клетке весь жизненный цикл проходит и потом погружается в прицеп и везется уже на убой. Так вот, в каждом хозяйстве свои размеры клеток. И из-за этого приходится делать прицепы с индивидуальными размерами. То же самое у нас есть для перевозки свинины. Хрюшек возят в три яруса на алюминиевых прицепах. У нас есть техника для КРС, крупный рогатый скот. Ну, достаточно широкое направление для сельского хозяйства. Основное, конечно, перевозка зерна. Сейчас в стране усиливается контроль за перевозкой, за перегрузом, чтобы перевозка была легальная, без нарушения весогабаритных параметров. И все более и более востребованный подвижной состав, прицепы облегченные, для того, чтобы можно было возить больше, без перегруза. Поэтому в этом году мы освоили алюминиевый прицеп. В основном использовали для перевозки зерна. И очень активно у нас сейчас востребовано. Настолько большой ассортимент выпускаемой продукции. Неужели эта ниша была пуста до этого? То есть, как так произошло? Часть техники действительно мы производим для нового рынка. То есть, эта ниша, ее просто не существовало. Мы ее разрабатываем с нуля. А часть техники мы пытаемся заместить с собой импорт. То есть, напрямую импорт и замещение. Ну вот, например, наше направление внедорожных самосвалов, это та ниша, которая практически раньше не существовала. То есть, до этого вот эти самосвалы, их роль играли, например, знаете, такой есть карьерный самосвал, БелАЗ или Катарпиллер. Это очень большие машины, которые заезжают в карьер открытый и вывозят породу, руду из месторождения. После этого ее нужно перевезти на определенное расстояние. И до этого вот эти карьерные самосвалы, БелАЗы эксплуатировались также не только для того, чтобы эту руду поднять, но и перевезти на склад, на ГОК, на станцию железнодорожную. А это очень дорого. То есть, если, допустим, нужно перевезти на 10 километров, то вот эта перевозка экономически очень дорого обходится. И мы пришли с техникой, которая позволяет сэкономить на так называемом перемещении, когда БелАЗ или другой карьерный самосвал достает из карьера, а дальше до станции нужно перевозить уже нашей техникой, которая позволяет сократить расходы более чем в два раза. Потому что не нужно делать настолько мощный самосвал, который будет вывозить под таким наклоном. И вот все это позволяет очень быстро снизить издержки, окупить эту технику для карьеров. Такого направления раньше не существовало. На перемещениях использовались автомобили либо карьерные, либо, допустим, магистральные, которые для этого не предназначены. У них был ограниченный срок службы, они перевозили очень мало. Поэтому вот эту новую нишу для себя мы сейчас активно продвигаем. Кто стоит за вашим конструкторским отделом? Кто эти гении, которые придумывают технику с ноля? Это тоже жители нашего округа или это зарубежные специалисты? Конечно, в нашем конструкторском отделе работают наши земляки в основном. Естественно, мы путешествуем по миру, смотрим, чем дышат в других странах. В частности, например, карьерную технику мы активно развиваем с помощью наших австралийских друзей. Очень много там подсмотрели. Невозможно не упомянуть талант и энергию основателя нашего завода Юрия Павлович Ванштейн, который живет у нас на заводе и действительно болеет душой. И масса идей исходит от него. Ну и, конечно, наши клиенты, которые мы давно с ними работаем, нам не дают спать спокойно, подкидывают новые идеи. Масса у всех задумок. Мы только успеваем отбиваться. Даже так. То есть, пока другие предприятия ищут заказы, мучаются с пакетом на следующий год, у вас этого вопроса не стоит? Ну, так говорить нельзя. Конечно, мы тоже мучаемся, тоже ищем, никогда не расслабляемся. Как только наши сотрудники скажут, что все, мы нашли заказы, нам больше не надо, мы тут же усилим производство. И того, что они заказов набрали, мы сделаем за месяц, а на следующий им придется искать еще. Поэтому этот процесс непрерывный, наверное. Такой вот круговорот. Где можно увидеть технику Тонар, помимо Центрального федерального округа? География у нас очень широкая и по России, и за рубежом. Мы работаем от Калининграда до Владивостока, в Якутии. Везде у нас есть свои сервисные станции, склады запчастей. И такая география, она, конечно, накладывает ограничения для разработчиков. То есть техника должна быть готова, например, в эксплуатации в жарких условиях, где-то в Сочи или в Африке. Также она должна быть готова к эксплуатации в северных широтах. Например, в Якутии сейчас минус 68 на отдельных участках. Это требует, конечно, специальной проработки, специальных комплектующих, материалов, специальной сталь. Мы недавно считали, у нас порядка 30 стран мира, куда мы когда-то посылали нашу технику. В основном очень много в Африке, в западной. А что там за техника? В Африке, поскольку отсутствуют глобальные какие-то законы по перегрузам, по габаритам, они все стараются везти как можно больше. То есть прицеп должен быть как можно шире, длиннее. Если там официально разрешена какая-то одна цифра для перевозки, реально везут в 2-3 раза больше. Почти как в России, только еще все хуже. Поэтому наша техника оказалась хорошо готова для таких тяжелых условий эксплуатации. И мы сделали ряд моделей, которые были специально разработаны для африканских условий. Они очень простые. Там минимум комплектующих сложных, которые очень сложно обслужить. Что называется, задача была сделать прицеп, который можно всегда отремонтировать одной лишь кувалдой. Это нам тема близка. Европейские прицепы не всегда можно в таких условиях эксплуатировать. Поэтому очень много было техники поставлено в различные страны. В Генеи. Прямо русская такая техника, прием с одной кувалдой, прям чувствуешь, что российские производители. Ну, жизнь заставляет. Нет, на самом деле у нас в России ситуация с эксплуатацией и сервисом гораздо лучше. Сейчас по всей стране и у нас, и у наших коллег есть открыта масса сервисных станций, где можно технику обслужить современным оборудованием диагностическим. И те прицепы, которые мы продаем в России, их невозможно продать в Африку, потому что для них слишком умные. Там очень много электроники, датчиков, которые сложно диагностировать, обслуживать. А сервисы Тонара за рубежом тоже существуют? Свои сервисы мы там не открываем. Мы заключаем договора с местными компаниями, которые у нас закупают запчасти. Мы их оборудуем, предоставляем им каталоги запчастей, как всячески поддерживаем. Они уже ведут сервисную работу. Но в России, я так понимаю, сервисы существуют? Безусловно, без этого невозможно сейчас продавать ничего. И качество машин, вот как оцениваете в плане того, что часто ли приходится в сервисной службе выезжать на место? Качество оценивается, первое, по отзывам потребителей. У нас налажена система контроля за эксплуатацией нашей техники. То есть есть специальный отдел, который связывается с потребителями, с клиентами. Как в инициативном порядке, так и собирают отзывы, реагируют на замечания. Поэтому абсолютно все замечания по качеству у нас не пропадают. Они обрабатываются, обсуждаются. Создается ряд мероприятий по их устранению. Это что касается, допустим, дефектов при производстве или проектировании. А есть еще масса проблем, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации. Либо плохие дороги, либо водители, либо просто авария, ДТП. Тогда нужно в кратчайшие сроки помочь клиенту ввести машину в строй, предоставив запчасти, сервис, поддержку. Вот этим всем мы занимаемся. Вот в конструкторском отделе какая-то специальная графа с ссылкой на качество российских дорог существует. То есть приходится ли конструкторам делать все время, ссылаться на то, что машина будет ездить по плохим дорогам? Мы не называем это качество российских дорог. Но если сравнить коэффициент запаса при проектировании, допустим, который закладывают в Западной Европе и у нас, у нас коэффициент запаса гораздо выше. Потому что мы понимаем, что динамические нагрузки на технику у нас в разы выше, чем в Западной Европе или в Америке. Ну, страны, где дороги несколько лучше. Спасибо. Возвращаясь на предприятие, ситуация на данный момент. Насколько много рабочих мест и есть ли вакансии? У нас на конец 2018 года было официально 880 сотрудников. Но, вы знаете, ничто не стоит на месте. Люди уходят на пенсию, переезжают. Поэтому постоянно происходит ротация, увольнение, прием новых сотрудников. У нас отдел кадров работает, всегда готов ответить на вопросы о вакансиях. Мы, безусловно, будем рады видеть трудолюбивых людей, которые присоединятся к нашему коллективу. К организации труда также подходите творчески к выпуску продукции? Есть ли какие-то тимбилдинги, какая-то, может быть, дополнительная отпуска? Вот что-то помимо зарплаты отпускных? Мы приветствуем, когда люди приходят к нам зарабатывать деньги, а не гулять в отпусках. Поэтому мы пытаемся стимулировать зарплаты. Если человек устал и хочет в отпуск пойти, законный отпуск, понятно, конечно, предлагается. Но в первую очередь мы пытаемся привлечь тех, кто хотел бы себя реализовать и заработать деньги. Таким людям мы рады и стараемся их всегда продвигать. Вы знаете, если, например, приходит сотрудник рабочей профессии, он попадает в бригаду, если это в основном производство. И мы как руководство не влияем на их дальнейшее трудоустройство. Я как директор не могу повлиять на его увольнение или прием. Все решает бригада. Если бригада настроена на стахановский труд и на выполнение плана, а кто-то их не поддерживает, то он становится тормозом всей бригады и его очень быстро попросят удалиться. Напротив, если человек хорошо работает, за ним будет вестись охота. Каждый захочет себе такого помощника в свою бригаду. Вот так у нас все это устроено. Денис Юрьевич, а вот с точки зрения какой-то морального комфорта у работников, есть ли парковки рядом с заводом, какие-то вот такие чисто человеческие нужды удовлетворяете? Мы обеспечиваем всех сотрудников транспортом бесплатным. У нас есть автобусы, которые собирают по всему району и привозят. Но судя по тому, что сейчас одна из основных проблем у меня стоит, это расширение парковки вокруг завода, люди тянутся к комфорту, приобретают свои автомобили. И это хорошо, значит, не зря работают, значит, есть возможность автомобиль приобрести. Но вот у меня такая проблема есть, что нужно непрерывно увеличивать место для парковок. Мы также предоставляем, у нас есть столовая, очень неплохая, всегда хвалю наших поваров, я сам там всегда каждый день питаюсь, по очень льготным ценам. Есть магазин, где сотрудник может по своему пропуску, если ему, допустим, лень по дороге заходить в магазин, он может всегда на заводе в счет зарплаты приобрести какие-то продукты первой необходимости. Даже в долг? Нет, просто он это приобретает по своему пропуску, ему потом вот это все списывается с его зарплаты. Замечательная иллюстрация по поводу того, что вам не нужно смотреть, как живет сотрудник, вам просто надо периодически расширять парковку, видя, как растет благосостояние ваших сотрудников. Что касается взаимодействия с администрацией на местном уровне, как оно построено, и вообще взаимодействует ли завод такого уровня с местным руководством? Конечно, мы взаимодействуем и как с местным руководством, с региональным, с федеральным, просто обязаны это делать. У нас складываются хорошие рабочие отношения. К сожалению, те вопросы, которые перед нами стоят, они в основном имеют либо региональный, либо федеральный характер, и очень мало тех вопросов, которые у нас действительно есть на местном уровне, которые нужно решать именно здесь. Вопросы части строительства, к сожалению, их несколько лет назад вывели из области, сферы деятельности муниципальных властей и передали в региональные. На мой взгляд, это не очень правильно, потому что на местах происходило все это гораздо быстрее. Местные власти знали хорошо территорию людей, знали потребности предприятий и могли на это реагировать гораздо быстрее. То есть, если раньше от принятия решения о строительстве до начала эксплуатации происходил максимум год, то сейчас у нас все это на три и больше лет растягивается. И добавилось больше бюрократии. Приходится вопросы решать в Москве либо в Красногорске. Это все очень сильно затянуто. Местные власти нам, конечно, помогают, держат это на контроле, но, к сожалению, у них мало здесь полномочий. Как-то взаимодействовать с абдусменами по бизнесу, проталкивать эти вопросы или как-то вы власть тут, предприниматели тут? Мы стараемся задействовать все рычаги влияния, которые только знаем. Торгово-промышленная палата, это и различные советы. Есть ряд мероприятий, допустим, на региональном уровне в Красногорске, где собирают бизнес и интересуются его насущными проблемами. При всем при этом строительство сейчас занимает достаточно долгое время. Согласование строительства. И это должно происходить гораздо быстрее в разы. Вот тогда, когда предприниматель решает, что настало время уложить деньги и быстро нарастить производство, никто не будет ждать 3-5 лет, потому что в нашей стране очень сложно прогнозировать что-то на такой длительный срок. Нужно, чтобы решение их реализации происходило в какой-то обозримой перспективе год-два. Это действительно палка в свое колесо. Затягивание такое. Но, тем не менее, Вы говорите, что субсидии государство выделяло и в том году помогло развиваться. Совершенно верно. Мы нашему заводу уже 28 лет. И большую часть этого времени мы строились самостоятельно, без всякой поддержки от государства. И, честно говоря, они в это никогда не верили. Но сейчас было бы нечестно сказать, что нам государство не помогает. Последние два года я считаю, что та госполитика, которая существует в сельхозмашиностроении, в дорожно-строительном машиностроении, она действительно правильная, направленная на увеличение отечественного производства, доли отечественного производства, на импортозамещение. И все те меры, которые для нас сделали, они действительно стимулируют, как увеличивать экспорт, разрабатывать новую технику. Я считаю, что это все действительно действенные механизмы для нашего роста. В конце концов, мы видим, что государство поощряет сейчас нашу работу, что им не все равно, как мы там барахтаемся и действительно за нас болеют. Это уже одно только это приятно и вдохновляет. Ну вот в абсолютных цифрах? Ну, допустим, несколько десятков миллионов рублей было выделено на поддержку наших новых разработок, которые сыграли очень большую роль. И очень хорошая мера – это скидка для наших потребителей. Тогда, когда они покупают нашу технику в лизинг, они получают скидку 10%. Эту скидку финансирует государство. Эти деньги не идут к нам напрямую, они идут через лизинговую компанию напрямую нашим потребителям. Это хорошее подспорье при принятии решения о выборе отечественной техники взамен на импорт. Действительно. Планы на 2019 год. Какие-то новые разработки уже есть ли? И, может быть, что-то в этом году планируете необычное? Мы продолжаем наши работы с внедорожной карьерной техникой. Это и автопоезд, рудовоз 125 тонн полной массы. Мы его сейчас испытываем, будем ставить в производство, смотреть, как он будет работать, принимать дальнейшие решения. Есть ряд разработок. Пока не буду о них говорить. У нас будет ежегодная презентация в мае. Вы все увидите сами. Позовете? Конечно. Денис Юрьевич, спасибо, что пришли в нашу студию. Это все вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»